Привет, сообщество! Сегодня на канале заточный материал. Вы знаете, вот на данный момент я выпустил уже, наверное, за сотню роликов, посвященных заточке, но мы с вами обсуждали массу вопросов. Были обзоры и сравнения точилок, и еще будут. Были тесты абразивов, причем разные тесты, и еще будут. Были серии ответов на ваши вопросы, и будут еще, и, кстати, в ближайшее время. Однако, вот за все годы, за все заточные ролики ни разу не было ни одного полноценного обзора абразивов. Мы с вами говорили о разных заточных брусках очень много, очень много, но конкретного обзора конкретной серии не было ни разу, и пора эту ситуацию исправить. Сегодня у нас первый полноценный обзор абразивов. Более того, компания Резать.ру идею поддержала, и за это и большое спасибо. В ближайшее время мы с вами поговорим про премиальные эльборы, поговорим про абразивы на Нива Традишнл, вы не раз просили о них поговорить, и поговорим про потенциально лучшие алмазы на рынке, на Ниву Даймонд. А сегодня у нас на обзоре серия Оптимум Даймонд от компании Резать.ру. В комплекте Оптимум Даймонд 5 алмазных абразивов. Это номера 100, 220, 400, 800 и 1200 по стандарту ФЕПА. Абразивы на металлической связке. Как я понял из технической информации, речь идет об отечном сырье двойной фильтрации и продвинутых технологиях производства. Согласно документации завода-изготовителя, на серии с металлической связкой заявлен как повышенный первичный ресурс, так и существенно более высокий рабочий ресурс абразивов. К сожалению, с технической точки зрения на этом все. Как я понял, информация о конкретных технологиях и о конкретном производстве является коммерческой тайной и не разглашается. Однако основные данные у нас есть и давайте разбираться что и как. В заточке у нас сегодня складной нож Alamec Cutlery Rainmaker. Традиционно для Alamec нож в единственном экземпляре. Клинок из стали М390. Затачивать мы будем нож на точилке LXPS22. Угол заточки 44 полных градуса. Форма клинка у данного экземпляра Rainmaker форма Garpoon, так вот форма клинка очень удобная для заточки. В наличии у нас и крупный чойл и крупный плоский участок для фиксации. Именно поэтому нож затачивается без разборки. Я не устаю напоминать, друзья, чаще всего заточка складного ножа сильно упрощается, если нож разобрать. Но сегодня этого не требуется. Нож мы будем затачивать с использованием пяти абразивов. Три бруска из комплекта резать оптимум. И два притира с алмазными пастами. Номера 5х3 и 3х2 микрона. Обзор абразивов я хочу построить поэтапно. Ну то есть своего рода заполнить некую таблицу. Начнем с первого пункта. Цена и стоимость владения. Сейчас и в будущем, когда мы с вами будем говорить о цене, обсуждать мы будем скорее не конкретную цену. Во-первых, время сейчас волатильное и ценник на очень большое количество позиций будет меняться. Чаще, конечно, расти, к сожалению, но может быть всякое. И на мой взгляд, все-таки в данном случае именно в обзоре важнее понимать относительный уровень цены. То есть насколько данные абразивы соотносятся с другими абразивами на рынке. Оптимум Даймонд, на мой взгляд, существенно дешевле топовых линеек, но все-таки несколько дороже аналогичных серийно-металлической связки. Стоимость владения в данном случае будет самым интересным вопросом. Цена, конечно, очень важна, тут нет сомнений. Но куда важнее именно стоимость владения. Буквально сколько ножей можно заточить конкретным комплектом. Производитель говорит о повышенном ресурсе абразивов, и судя по микроскопии самих камней, в этом есть здравое зерно. На данный момент я могу оценить стоимость владения как среднюю. То есть ресурс у металлической связки будет в любом случае ниже, чем у органики или гибридной связки. Но здесь предполагается более равномерное падение производительности. Пункт номер два нашей таблицы – это применяемость. Ну то есть буквально, а для чего можно использовать данные абразивы. И вот здесь лежит одно из мощнейших преимуществ металлической связки. Их можно применять к чему угодно. Важно вот что понимать. Алмазы, в принципе, любые алмазы способны заточить любую сталь, и даже не сталь. Можно алмазами точить керамику. Однако на ноже могут быть серьезные повреждения, которые в свою очередь могут испортить и алмазный абразив, если у абразива мягкая связка. В данном случае это не проблема. Применяемость абразивов Optimum Diamond абсолютная. Ну то есть буквально не будет ситуации, когда абразивы не смогут заточить нож или пострадают при заточке. Следующий номер по списку, цифра три – это ресурс. А вот ресурс – это ахиллесовая пята любых абразивов на металлической связке. Что здесь важно понимать. Если абразивы качественные, то первичная агрессия камней на металлической связке обычно очень высокая, сильно выше заявленных номеров. Именно поэтому сегодня я не использовал ни сотые, ни 220 номера. Их мощность в данном случае избыточна и не требуется. В течение времени при работе агрессию камней снижается. Происходит выработка наиболее, что называется, ну, высокорасположенных алмазных зерен. То есть тех зерен, которые, что называется, закреплены выше остальных. При этом абразивная способность, что называется, критически снижается только у низкокачественных абразивов. Камни буквально лысеют. У нормальных абразивов происходит именно постоянное, медленное снижение агрессии работы. В конечном счете стоит держать в уме. Ресурс у абразивов на металлической связки не самая сильная сторона. Четвертый пункт нашей оценки – это комфорт работы и комфорт владения. И вот здесь моя оценка, ну, условно, 3,5 из 5. При этом вряд ли, вряд ли когда-то я вообще поставлю выше, что называется, 4,5 из 5. Что я имею в виду? Ну, смотрите, представьте себе абразивы. Вот эти абразивы, которые мы представили, они работают с любым сожем. Тактильно очень приятные, скольжение и звук однозначно трактуемы. Риска на подводе ступенчато уменьшается и уменьшается без сюрпризов. Абразивы имеют высокую устойчивость к потере плоскости и при этом не имеют никаких проблем в очистке и не имеют никаких дополнительных условий при хранении. Вы все правильно поняли, друзья, таких абразивов не существует. Optimum Diamond работает с любым сожем или даже без него, обладает высокой устойчивостью во всех смыслах и не имеет проблем в хранении. В остальном это уверенный, средний уровень суперабразивов. Пункт номер 5. Агрессивность или скорость работы. И понятно, что есть номера, обозначающие грубость абразивного зерна. Но мы знаем, что это всегда условная оценка. В реальности агрессия абразивов очень высокая, и это ожидаемо для такого типа связки. Пока я заточил меньше 10 ножей, агрессия не ушла, но снижение производительности будет. Опять же, это вполне нормально для металлической связки. Стартовая агрессия абразивов высокая. Шестой и заключительный пункт нашей оценки. Качество работы комплекта. В данном случае, как опять же ожидается от металлической связки, уровень достаточный. Ну то есть вы можете остановиться на 1200 номере и закончить работу на нем. Нож можно уверенно использовать, однако результат улучшится и улучшится существенно при использовании притиров. Это типичный вариант использования, характерный для большинства комплектов абразивов. Финиш необходим дополнительно. К слову о притирах. Хочу вам новинку показать. В данном случае я использую притиры из липы, но посмотрите, что ко мне приехало. Это притиры из железного дерева. Я их еще пока не использовал, не могу ничего сказать, но вот на что хочу ваше внимание обратить. Плотность деревяшки. Посмотрите, как отличается вес притира из липы от веса притира из айронвуда. Это при том, что айронвуд тоньше липы. Итак, надеюсь, первый блин, что называется не для собаки. Предлагайте, по каким еще критериям оценивать абразивы. Я постараюсь учесть ваши пожелания в будущих обзорах камней. А сегодня давайте подведем черту простыми и понятными выводами. Для кого абразивы Optimum Diamond подходят, а кому стоит присмотреться к чему-то еще. И если вы четко понимаете свой пол ножей, какие именно ножи вы будете точить? Или вы хотя бы понимаете, какие типы ножей вы будете затачивать? Вы осознаете, что в заточке вы всерьез и надолго. Вот в таком случае я рекомендую смотреть на более старшие серии. Да, цена будет выше и выше существенно, но стоимость владения будет ниже и результат вы будете получать лучше и быстрее. И отсюда на 100% исходит обратное. Абразивы Optimum Diamond, на мой взгляд, прекрасно подходят для новичка. Ну то есть вы получите результат в любом случае. Абсолютно вне зависимости от того, какой нож будете точить. И если вы не знаете для вас ли вообще заточка, это может странно звучать, но так часто бывает. Люди нередко не осознают до конца, что такое заточка и какое время заточка на себя забирают. Далеко не все на это готовы. И вот для учебы, для старта, для понимания. Неубиваемые и всеядные абразивы очень неплохой вариант. Более того, в будущем, даже если вы купите себе более серьезные камни, абразивы на металлической связке найдут себе занятия. Ну во-первых, будут непонятные ножи, во-вторых, будут крупные повреждения, ну или будут просто спорные идеи. Короче, будут ситуации, когда жалко дорогие нежные бруски. И вот здесь абразивы на металлической связке отработают на все 100. Вот такой, друзья, материал. Надеюсь, обзор абразивов вам понравился. Жду от вас в комментариях пожеланий и предложений по формату обзора. Что вы хотите видеть в будущих обзорах абразивов? А на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч и пока!